Накануне Дня Независимости в селе Ленинском Акаинского района открылась молочно-товарная ферма. Ее строительство продолжалось с мая этого года. Комплекс с передовым оборудованием рассчитан на 2100 буренок. Туда уже завезли первых коров из Германии. С работой фермы ознакомился глава региона. Кумар Аксакалов также посетил молокоперерабатывающий завод ТО «Ростан». Недавно на предприятии запустили новый производственный цех. Абайль Жанов с подробностями. Эти буренки сементальской породы чувствуют себя как дома. На новой ферме ТО «Иван Зенченко» для них создали комфортные условия. Комплекс построили возле села Ленинского в Акаинском районе. Пока здесь 450 голов, но за два года количество увеличат до 1400. На предприятии установили самое передовое оборудование. К среднему до одной буренки в сутки составляет 30 литров. Здесь они уже находятся у нас два месяца. Завезены они были из Германии этим летом. Оборудование здесь все немецкое. Установлено, все автоматизировано. Установлены дельта-скайпера, которые убирают навоз по расписанию. То есть они программируются и все делается автоматически здесь. К строительству молочно-товарной фермы приступили в мае. Стоимость крупного инвестпроекта оценивается в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Комплекс рассчитан на 2100 мест. На производстве трудятся 22 специалиста. Но когда предприятие выйдет на полную мощность, рабочие места получат еще 18 человек. Седьмой комплекс у нас уже, ну, расширение есть, конечно, загрузка есть. Самое главное то, что мы ставим комплексы не мега-фермы. Каждый комплекс 25-30 человек, это те, которые работают на этих комплексах, получают зарплату в пределах 160-170 тысяч. Молочное направление имеет большую перспективу и его нужно развивать. Только за два года в регионе запустились 7 молочно-товарных комплексов. В текущем начали строить еще 11. Не обошлось без господдержки. В 2020-м аграриям ее оказали в объеме 3 миллиарда тенге. Самая благодатная земля Казахстана, она должна давать продукцию намного больше, чем мы сейчас даже производим. На будущий год еще 10 ферм начинаем. Вот я вижу директоров, которые начнут уже строить на будущий год еще 10 ферм. То есть в обороте у нас должно быть 15-20 ферм в год. 21 ферма, когда запустится, это плюс еще 54 тысячи тонн молока. Это 500 новых рабочих мест будет создаваться. Вместе с увеличением производства молока думать нужно и о его переработке. ТО «Растан» – одно из таких предприятий, которое занимается расширением ассортимента кисломолочных товаров. В этом году на заводе запустили новый цех. Это позволило увеличить производство кефира, йогуртов и сыра. Объем выпускаемой продукции вырос на 20%. В основном это российское оборудование. Поставлено оно нам в сентябре этого года, смонтировано, готово к эксплуатации. Сейчас проводится финальная пусконаладка. Технология по производству самой продукции уже отработана. Планируем загрузить этот завод на полную мощность, то есть 5 тонн в сутки мы добавим к нашему общему потреблению сырья. На модернизацию завода направили 160 миллионов тенге. Если брать статистику, за год 14 молокоперерабатывающих предприятий области произвели более 160 тысяч тонн продукции. За последние два года пять предприятий были модернизированы. Одно из ваших. Вот это одно тоже ваше предприятие. И плюс еще два больших. Это молочный союз и маслодел. Там 8,6 миллиарда тенге, значит, инвестиции вкладываются в реконструкцию, в модернизацию. После модернизации мы должны выйти на 450 тысяч тонн молока переработки. 495 тысяч, то есть в полтора раза больше. Кумар Ахсакалов отметил, что уделять внимание нужно и производству сыра. Им область сейчас обеспечивает себя на 31%. Это 600 тонн. Потребность на местном рынке составляет 1700 тонн. Закрыть спрос в регионе возможно, благодаря модернизации предприятий. Кумар Ахсакалов отметил завод «Молочный союз». Там в скором времени планируют увеличить производство сыра и сырных продуктов до 2500 тонн в год. Абай Альжанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК.